И всем привет, ребят! С вами снова я, Саша. Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я снимаю видео, которое называется лайфхаки для дистанционного обучения. В этом видео я дам вам лайфхаки, советы и так далее на тему того, как проще учиться на домашнем обучении, точнее на дистанционном обучении, как правильнее распределять свое время, вообще, как сделать свою жизнь гораздо проще и в то же время интереснее дома. И если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной, а мы начинаем. Все советы для этого видео я выбирала, исходя из своего жизненного опыта. Вообще, все эти действия, например, я делаю каждый-каждый день, и это реально помогает мне не заскучать на дистанционке, сделать все максимально интересно и приятно, в первую очередь, для меня. Также, если вам понравилось это видео и, в принципе, нравится мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь на меня, потому что вам не сложно, а мне будет безумно приятно, потому что иногда мне очень обидно, когда люди регулярно смотрят мои видео, но не подписаны на меня. Так что, если ты еще не подписан, то скорее это исправляй. И нажимай на красную кнопку, чтобы сделать поскорее ее серой. Первый совет, если вам нужно сканировать фотографию или вашу какую-то контрольную, проверочную работу и отослать ее учителю, например, у нас многие учителя требуют, чтобы мы реально сканировали свои работы, но у меня, например, не всегда есть возможность воспользоваться принтером, или это все очень долго делать, это подключать и так далее, потом перекидывать на компьютер, и в итоге получается, что это все очень-очень неудобно, то в этом случае вы можете воспользоваться самым обычным сканером на вашем телефоне, потому что, например, в айфонах он точно не в заметках, вы просто заходите в заметки, нажимаете на эту камеру и отсканировать документы, это безумно-безумно удобно, реально упрощает мою жизнь, и автоматически отсканируемые всякие документы, файлы, у меня сохраняются фотопленку, поэтому это самый обычный и самый-самый классный и простой способ, чтобы отсканировать действительно какие-либо документы и так далее. Распечатывайте для себя всевозможные правила, какие-то таблицы, например, по биологии, таблицы по систематике, или по тому же самому русскому языку распечатывайте различные правила на приставки, на корни, вообще на все что угодно, потом эти распечатки вы можете вклеить себе в тетрадь, или же повесить, например, на стенке на столе, я считаю, это будет очень удобно, потому что сейчас очень сложно усваивать много материала дома, и как раз-таки различные схемы и пособия, таблицы помогают нам в этом, поэтому это все совершенно бесплатно, все эти таблицы, учебные материалы вы можете найти в интернете и распечатать ту же секунду. Например, у меня есть очень много распечаток по физике, например, когда я начинала готовить с УКГ, то я распечатывала себе много полезных штучек, и могу сказать, что они действительно очень классные, удобные, и реально были удобны в использовании, потому что там есть все основные правила, все основные формулы, такие небольшие, так скажем, шпаргалочки, и мне очень помогло это при подготовке к УКГ. Ну, как вы поняли, можно сделать это абсолютно по любому предмету, также у меня есть много таких по-русскому, потому что нам сейчас активно присылают домашние задания, и там есть очень много правил, поэтому для меня гораздо удобнее запоминать эту информацию в схемах и таблицах. Чтобы быть максимально продуктивным в течение всего дня и ничего не забывать, то советую вам писать свое собственное расписание или же распечатать ту-ду-листы. Также распечатайте себе такие небольшие листочки из планера, можно их повесить на стенку, опять же-таки можно просто ими пользоваться, когда вам угодно. В Пинтересте есть очень много различных ту-ду-листов, также различных планеров, которые можно распечатать абсолютно бесплатно. Я также оставлю ссылку в описании на три супер-крутых сайта, которые я нашла тоже на Пинтересте, потому что там есть очень классные планеры, которые также можно распечатать, они супер-яркие, красочные, ну и вообще, я думаю, они очень удобны в использовании, потому что они очень грамотно составлены, к сожалению, сейчас у меня нет возможности их распечатать, но через несколько дней. Я, конечно, все это себе распечатаю и буду, думаю, супер-продуктивной в течение дня. Также насчет тех же самых ту-ду-листов, вы их можете найти в Пинтересте, потому что там есть тоже очень много вариантов, так скажем, на любой вкус и цвет, от каких-то простых черно-белых ту-ду-листов до каких-то вообще супер-ярких, нереальных, красочных ту-ду-листов, поэтому просто заходите в Пинтерест, скачивайте и печатайте свои ту-ду-листы. Но если вы не любитель ту-ду-листов и распечатанных планеров, то можете завести свой собственный ежедневник, что я сделала уже очень давно, потому что ежедневник для меня безумно удобная вещь, куда я планирую абсолютно все-все-все свои дела, все какие-то планы, мечты и так далее, записываю туда абсолютно все свои мысли, и я считаю, что это очень удобный способ для организации себя. Например, вы можете записать туда все домашнее задание, которое вам задали, чтобы ничего не забыть. Ну и если вы больше тес времени проводите с вами в телефоне, я очень часто, точнее каждую неделю, я расписываю себе планы на неделю в своих заметках, что реально облегчает мою жизнь, вот как вы видите планы, например, на эту неделю. Я сюда записываю абсолютно все-все-все свои дела. В общем, этот способ реально помогает мне оставаться максимально организованной и ничего не забывать. Ну и вообще хочу вам сказать по секрету, что самый-самый большой и классный лайфхак это как раз-таки правильно распределять свое время, расписывать себе расписание и вообще составлять конкретно свои планы на день. Ну в общем, я думаю, вы поняли всю эту тему с планерами, с организацией себя и так далее. Если вам по какой-то причине не хватает какой-либо мотивации на учебу, например, потому что мы уже сидим на дистанционном обучении очень давно, у нас уже в школе лично пошла четвертая неделя дистанционного обучения, это уже месяц. И на самом деле, я хочу вам сказать по правде, что мне тоже надоедает иногда делать уроки. И как раз-таки, когда мне не хватает мотивации, не хватает сил для того, чтобы делать домашнее задание, я захожу, опять же-таки, в тот же самый Пинтерест. Пинтерест стал в последнее время для меня таким очень классным приложением, самым любимым приложением, в которое я могу заходить, когда мне грустно, когда мне весело, или когда я просто хочу посмотреть на фоточки с едой, потому что там есть просто абсолютные всевозможные картинки. И также картинки, касающиеся самой главной школьной мотивации. Я просто набираю что-то типа школьной эстетики и просто смотрю на эти картинки, также на картинки американских школ, вот американские домашки и всего такого. И у меня появляется просто неимоверная доза мотивации, так что если у вас еще по какой-то причине нет Пинтереста, то, конечно, скачивайте. И вы, кстати, часто спрашивали, какой у меня профиль в Пинтересте, какой у меня вообще ник и так далее, то сейчас я покажу вам, как выглядит мой профиль, и можете подписываться, если вам интересно. Если вам задали изучить просто новые темы или какие-то новые параграфы в учебнике, то я вам советую не читать учебник, потому что все это слишком скучно, а пользоваться видеоуроками, их очень много на YouTube, я, например, очень часто там смотрю видеоуроки по химии, по биологии, по той же самой алгебре и физике, потому что это реально очень удобно. Я не знаю, почему некоторые ученики до сих пор не пользуются этим прекрасным и шикарнейшим способом, потому что у меня, например, есть много любимчиков различных каналов, например, по физике у меня также есть любимые каналы, где очень классно объясняют все темы по физике, и если вы что-то не понимаете, то, конечно же, в любое время можете идти на YouTube и посмотреть эти видеоуроки. Также во время того, как у вас идет видеоурок, то не забывайте, конечно же, писать конспекты, потому что это очень важно, и когда вы пишете, вся эта информация, так скажем, откладывается у вас в мозгах, вы автоматически уже запоминаете большую часть материала, и я считаю, что конспектам реально надо уделять внимание, например, я в последнее время начала писать более-менее красивые конспекты, потому что мне это нравится, делала различные заголовки красивые. Кстати, различные идеи для заголовков ваших конспектов сейчас я прикреплю на экране, потому что я в последнее время очень загорелась с этой темой, мне очень нравится красиво оформлять конспекты. Так вот, просто оформляйте свои конспекты, кайфуйте от этого и делайте то, что вам нравится, потому что потом, мне кажется, гораздо приятнее и удобнее будет читать очень красивый и наглядный конспект. Также я вам советовала пользоваться различными, так скажем, интернет-конспектами, например, на сайте Е-класса, я точно знаю, и на сайте интернет-уроки есть различные материалы, например, на том же самом Е-классе есть очень много объяснений, касающихся различных тем, например, по биологии, я очень часто туда заглядываю. Выделите для себя два или три раза в неделю, в которой вы будете готовиться к экзаменам, если вы тоже сделаете экзамены в этом году, как и я. Кому интересно, в этом году я сдаю ОГЭ, и я выделила себе два дня в неделю, в которые я готовлюсь к русскому языку, то есть я непрерывно проешиваю варианты, проешиваю из-за раз варианта 3-4, и также пишу по одному изложению в неделю, что очень удобно, потому что лично я не могу готовиться к экзаменам непрерывно, потому что для меня это некий стресс, поэтому я себе выделила определенные дни в неделю, определенное время, в которое я занимаюсь подготовкой. Ну и, само собой, я выделила два дня в неделю, в которые я готовлюсь к ОГЭ по математике, но, помимо этого, я также прорешиваю много вариантов, потому что мы занимаемся онлайн с нашей учительницей, но, я думаю, в неделю на получается плюс-минус 6-7 вариантов по математике, и тем самым я не очень тороплюсь, то есть не решаю в день по 10 вариантов, что ваш мозг, мне кажется, просто не воспримет. Этот совет касается домашней работы. Советаю вам делать домашние задания в тот же день, в который вам задали, то есть желательно, ну или хотя бы через день, потому что, казалось бы, это очень простой совет, но насколько он упростит вашу жизнь, потому что если вы будете копить все это домашнее задание, потом это будет нарастать снежным комом, и в итоге в потоке этого огромного объема домашнего задания вы просто можете элементарно забыть отсылать домашнее задание и вам поставить плохую оценку. Поэтому обязательно не ленитесь и сделайте хотя бы в один день 7 уроков или 6 уроков, но тем самым в следующие дни у вас будет гораздо разгруженнее, и вы можете, например, заняться своими какими-то делами или поиграть в вашу любимую игру. Лучше учиться и выполнять свои домашние задания с утра и где-то до часов до двух, если, конечно, у вас есть такая возможность, и если у вас нет ежедневных уроков, потому что я знаю, что у многих есть такие интернет-уроки, которые начинаются, не знаю, в 9 часов и заканчиваются только в час. Но если у вас нет этих уроков, то это просто прекрасно, потому что вы можете уделить это время учебе, потому что в это время с 8 до 2 у вас наибольшая работоспособность, и вы больше успеете делать домашнее задание, ну и ваши мозги просто будут работать, потому что если вы будете делать домашнее задание вечером, то, например, вечером у меня просто голова не варит, и я не могу сделать никакое домашнее задание. Также, если у вас нет концентрации или вам мешают какие-либо посторонние звуки, то просто оденьте наушники или можете просто без наушников. И воспользуйтесь приложениями. Сейчас я вам расскажу о двух приложениях. Это Tide и Flip D. Я не знаю, как оно точно произносится. Но эти два приложения мне очень помогают в учебе, потому что в них есть очень классные, расслабляющие мелодии. Также у них есть очень удобные таймеры. Например, вы включаете себе таймер на 10 или 20, ну или 30 минут, в который вы будете прорешивать домашние задания. После вы делаете перерыв себе в 2-4 минуты и дальше снова приступаете к работе. Я думаю, что эти приложения реально заслуживают вашего внимания, потому что они очень классные и мне очень помогают в учебе. Если вы не поняли какую-то тему или не поняли, как решать определенную задачу на дистанционном обучении, то советую просто обратиться к вашему учителю. Потому что сейчас, например, большинство учителей открыты к общению. Я не знаю, они сами даже у нас спрашивают, что нам понятно, что нам непонятно. И многим просто лень или они просто стесняются сказать учителю, что ему реально непонятна эта тема. Можете, не знаю, позвонить вашему учителю, опять же таки спросить, как решать определенное задание. И тем самым вы восстановите в своей голове какие-либо пробелы, чтобы потом вам это не мешало в дальнейшем обучении. Ну и на этом мое видео подходит к концу. Сейчас я вам дала 10 безумно простых, но в то же время классных советов. Я действительно старалась над этим видео, надеюсь, что вы оцените его лайком, также подпишетесь на мой канал и оставите свои комментарии внизу. Я желаю всем удачи и всем пока!